Сегодня была самая тяжелая ночь в моем путешествии, потому что спальник промок, штаны промокли, куртка все промокла. Но слава богу я был под мостом и дождь не капал на мою палатку. Хоть так, но это была самая тяжелая ночь, я не знаю, я пережил. Надо быстрее сваливать отсюда, сваливать с этого региона дождей, потому что не знаю, что может быть хуже дождя. Это очень сильно усложняет ситуацию. Здесь, в Китае, моего путешествия все больше скатываются в бомжевание и выживание. Единственное, что меня отвечает от бомжа, это то, что я двигаюсь, двигаюсь на север. И это все. Сегодня ночка была жуткая. Потом я нашел зон отдыха типа, но там было какое-то здание такое приличное. И там я поел дошика, почистил зубы, еще и набрал воды, то есть вообще сделал все, что надо. Там работали такие две женщины на ресепшене. Ну и одна была очень такая толпая. Видно было, что можно, короче, по максимуму использовать это место. Я так и сделал. Мы ставим первую тачку сегодня. Едем до Азиатанга. Надо повязать. Это интересная очень постройка. Написано, это туристическая зона. Непонятно. И тут вся машина ездит 10 км в час. Это связано с тем, что здесь туристическая зона, типа нельзя шуметь. Не знаю. За мной сейчас, кстати, шел один чувак. Мычал. Он что-то напевал. Ну, вроде отстал. Я думал, он псих какой-то или, может, просто что-то напевает. Непонятно. Но он всю дорогу прям. У-у-у. Мычал какие-то звуки издал, он непонятно. Что-то у меня начинает возникать сомнение, что вчерашняя трасса, с которой мы съехали с тем водителем, от которого я вышел потом живет, что вышел. Что вчерашняя трасса закрыта. Может, она все-таки работает. Потому что не вижу грузовиков. Не вижу много машин на этой трассе. Если бы та была закрыта, все бы поехали по этой. Здесь никого нет. Может, я правильно сделал, что вышел из той машины. Да и плюс водитель не вызывал у меня доверия совсем. Он выглядел как какой-то, не знаю, член мафиозной какой-то группировки. Какой-то якудзу, не знаю. Ну, глаза у него были какие-то странные. И татуировки такие. Какие-то тоже странноватые. Ну, и выглядел он. Весь такой прикид у него был. И я положил, первый раз вообще это было. У него все, заднее сидение было занято. Я положил свои сумки в багажник. И думал, в процессе того, как мы ехали, что надо бы как-то, вдруг он, ну, захочет просто. Я выдал, и он просто уедет, типа, и все. Думал, как поступать, если так случится. Думал, зафот всего номера запомнить. Постараться по максимуму, когда выйду. Но нет. Я остановил машину, вышел, все нормально. Ну, может быть, я затупил, а может быть, и нет, кто знает. Еще один чувак подкинул меня немного. Километр на 30. Иду до выхода на трассу. Обзавелся здесь немножко едой. Еще в Ченькине обзавелся немножко едой. В общем, затарил я нормально так. Вода, в принципе, есть. Можно еще немножко набрать. В принципе, я готов. Продолжить свой путь. А знаете, в чем секрет моего хорошего сегодняшнего настроения? Совсем не в том, что я взавел сюда, хотя и это тоже. Потому что сегодня не идет дождь. Не идет дождь. Слава богу. Конечно, блин, не видно нифига. Короче, на улице все затянуто тучами, но дождь не идет. Я просох. Я весь просох. Это самое лучшее, что могло бы со мной случиться, я думаю. Я даже, наверное, этому больше рад, чем пройденным километром сегодня. Но солнце еще высоко. Время где-то полтретьего дня. Надеюсь добраться до ближайшего города сегодня. И за несколько дней до столицы, до Сианя. Сиан, Сиань. Ну, а оттуда уже Пекин и дальше до Манчжурии. Этот вид соблазняет меня поставить палатку здесь. Но сейчас еще рано. Где-то наверное пол пятого. А, нет, пять часов. Ну, надо еще идти. Часа два хотя бы пройти до развязки. Может, этот вид все еще сохранится там. Вот такое вот классное местечко нашел посреди леса. На пригорочке. На горочке такой, наверное, небольшой. Офигенно. Офигенно. Намутил себе лежанку. Набросал сухих листьев вообще немножко. Для теплоты. Сушу свои вещи. Блин, не знаю. Чувствую себя каким-то первым грилзом. Офигеть. Солнце. Солнце. Вот это доброе утро. Вот это точно доброе утро. Солнце. Это очень интересные малильные домики у китайцев. Не знаю, что это символизирует. Но такое ощущение, что это символизирует отец и мать. Как бы родители. В уклонении родителей, может быть, не знаю. Сейчас поступил 50 тачек. Остановил где-то 4 или 5. И все как один просили денег. Наверное, сказывается близость к городу. В этом причинах. Привал. Присел на одну из этих штук. Захарает дождь сухого. Жалко воды. Осталось совсем чуть-чуть. Все остальное, хыгня, по сравнению с тем, что вода осталась совсем чуть-чуть. Ну и, конечно, надо отсюда как-то уехать. Китайцы то или не китайцы, то есть. Маманя перечислила мне с моего разрешения тысячи рублей уже давно. Я пытался расплатиться картой на заправке, не получилось. И чувак дал мне вот за бесплату. Офигенно. Вот таким вот негидрым способом перебрался через эти заборчики. Возвращаемся на хайвей. Посмотрим. Что вообще здесь написано? Почему 1, 2, 3, 4, 5, 6? Что это такое? А я тем временем иду по хайваю. Мне никто не подбирает. Пытался стопить. Простой по 50 тачек. Никто не остановился. Вода заканчивается. Что делать? Не знаю. Какая-то патрая ситуация. Когда я иду по обычной трассе, меня тянет на хайвей, думаю. На хайвей я застоплю одну тачку, еду далеко. Когда я на хайвей, ну, лучше бы шел по обычной трассе. Там хотя бы можно найти воду. Найти место для наследа, потому что здесь я не знаю, куда я иду. Сколько мне еще идти? Я не знаю. Честно говоря, я так устал, что задумываюсь доехать до Сиане, занять денег на билет до Монтурии, до России, сюда ехать спокойно. Потому что так и так, я не знаю, успею я или нет. Возможно, я не успею. Сегодня вообще я проехал всего километров 50, наверное. Ну, то есть, не то, что проехал. Правда, проехал километров 40, прошел километров 20, ну, где-то так. Встречу я работал на трассе, помогает мне выйти. Жил и заинтересовался мной, но, видимо, он немножко духой. У него еще ногти такие очень-очень большие и грязные. Не знаю, он работает, здесь не работает, он вообще похож на Банжа. Зато теперь буду знать про такие входы-выходы с тоннелями. Рядом с тоннелями. Вполне себе можно спуститься. Зашел попросить воды и меня здесь пригласили покушать и дали воду еще. Вот такой орел по супу дали. Как я понимаю, ну, английский знают некоторые люди, мужчина, мужчина-глава здесь и он дал мне 200 юаней еще при даче. Дальше. Дальше. До свидания. До свидания. До свидания. Офигеть. Просто офигеть. Дали мне еще пакет еды. Вот такой вот громадный, просто, я не знаю, это какая-то это тот самый момент, когда тебе очень-очень тяжело и происходит просто какая-то невероятная магия. Вообще самое лучшее, что могло произойти. Мне дали денег. Еще женщина дала что-то 40 или 50 юаней. Ей мужик дал 200 юаней. Дали еды, накормили. Я не знаю. А я просто едали еще воды. Я просто зашел попросить воды налить. Какой-то непонятный вообще переулок. Где-то хрен пойми в какой деревне. Хрен пойми где-то в Китае. На трассе. Блин, это был тот самый волшебный пинок вообще. Мне под жопу продолжить это путешествие. Кстати, в Китае рис реально вкусный. Ну вот он здесь повсюду растет. Такие колосси прям солидные. Что такое? Вот, солидные прям колосси. Бравенькие в общем очень они. Видно такие прям хорошие, добротные. Опять местечко для палатки в горах. Не знаю, может найду еще получше видок. Сейчас пройдусь немножко посмотрю. но они не давали целый пак хлеб и вот эти булочки, пирожки непонятно. Сейчас буду пробовать. Говорят еще быстро испортиться, ешь быстро. Я говорю слишком много они такие. Ничего, ничего, ешь быстро, это окей, это окей, ешь быстро. И когда испортиться не ешь. Я такой ладно, ладно. Да, вот это конечно добрые люди мне попались. Очень добрые люди мне попались. еще и деньги дали. Первый раз кстати увидел ювань. 200 с чем-то. 240 240 ювань. Очень неплохо я думаю. По-моему курс 9.6 1 ювань. Ну то есть короче почти что 2 2500 вообще что. Это жестко. Для них видимо нормально. Только вышел на трассу на трассу и женщина из вчерашнего подгорала меня. Чумно. Трасси на немало. Дала мне еще дофигища воды. Еще чай китайский. Да, денечек начался. Прикольно. Ну, это конечно странно, что я ее встретил. То есть только вышла на дорогу сразу она останавливается. Подвезла меня. Где же я снова оказался? Оказался я снова на хайвее. Но сейчас у меня есть вода до кучи есть еда. Так что почему бы и не попытаться счастья здесь? То ли мусорка, то ли могила. В этом Китае черт много сломит. Я иду куда-то мимо тебя. Все мимо. Твой голос не подсказывает дороги. Лают собаки. Я делаю шаг за шагом. Оглядываюсь, чтобы не покусали. Твоя песнь веселит, когда я в печали. Ты об этом прекрасно знаешь. И поешь, и думаешь, что однажды песни одной меня приманишь. Я подпеваю. Иду дорогой. Дорогой дальней. Это невозможно. Никто не останавливается, мать его. Я не знаю, как я умудрялся здесь садиться на хайвере. Через 500 метров поворот на обычную трассу. Возвращаясь туда, думаю, доехать вообще на автобусе до ближайшего города, попробовать постритовать или доехать до Сиани и там постритовать. Потому что автостоп за последние несколько дней я не знаю, сколько я проехал максимум, километров 200. Из них пешком половину прошел, наверное. не выдержала моя душа. Не знаю, сколько стоит, но я сел в автобусе. Проехал я всего ничего до ближайшего кофта маленького городка, оказался на автобусной станции. сейчас попробую найти автобус до Ханчжуни или до Сиани это может быть. Автобус до Ханчжуни отправляется через час. Стоит 32 вайня. Ну, блин, по российским меркам это, конечно, дофига. Но, в принципе, чем не терять до Ханчжуни, а потом до Сиани надо как-то доехать еще. Попробую настритковать в Сиани, не знаю. Добрался я до Ханчжуни. Билет до Сиани стоит 75 юаней. Но сегодня уже автобус не идет, только завтра. Видимо, здесь ночую сегодня. Пробую купить симку сейчас в прошлом городе маленьком пытался купить симку, но это было не так-то просто. Они очень долго тупили с моим паспортом. И так я не смог купить ее, при том, что она стоила целых 99 юаней. Не знаю. Но, в принципе, за 99 юаней покупать симку это, жестко. Попробую договориться на какие-нибудь подешевле тарифы. Но симка все равно нужна на всякий случай для связи. Если вдруг я где-нибудь застряну и смогу вовремя выехать из Китая, надо будет занимать деньги, нужна будет связь по-любому. Че она говорит мне? Она шла со мной, шла, извини, застеснялась камерой и отвернулась. Я не знаю, че она говорила. Говорит, 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 говорит. Я говорю, типа, не понимаю я тебя. Че делать? Ну, пойду прогуляюсь до железнодорожной станции, спрошу, сколько билет стоит до сия неожидать. А потом надо подыскать место для нашего лего около реки вроде как видел. Есть места. Симку мне, кстати, не продали нифига. Сказали, нужна китайская ID-карточка, которая у меня как она у меня появится. Я спрашивал, можно ли ее за... ну, за ее за чужую. Сказали, нет. А по паспорту никак не купишь, короче. Пролетает симка. На поезд билет 197 юаней. значительно дороже, чем на автобусе. Автобус 75. Будем знать. До реки я, конечно, шел довольно долго. Уже темно. Но видок стоит того.